Для меня Volvo XC90 это идеал автомобиля. Да, возможно, звучит высокопарно, но, наверное, это любовь. Я давно присматриваюсь к этой модели, и поэтому знакомство с ее основными недостатками и слабыми местами при покупке на вторичном рынке для меня оказалось весьма актуальным. Все информации, которую я нашел, обязательно поделюсь и с вами. Разумеется, в программе «Поддержанные автомобили» на телеканале Автоплюс. С вами я, Максим Пастушенко, и мы начинаем. XC90 стал первым в истории шведской марки полноразмерным внедорожником, вернее, кроссовером. До этого Volvo преуспела лишь в создании внедорожных версий своих универсалов, так называемых универсалов повышенной проходимости. Прототип Adventure Concept Car был показан публике в 2001 году на североамериканском салоне, а годом позже в Детройте представили уже серийную модель. Разумеется, где же еще было анонсировать большой кроссовер от премиального бренда? Только за океаном. Неудивительно и то, что еще спустя год производства 90-х наладили и в Штатах. Помимо этого, сборка этой модели производилась в Таиланде, Малайзии и Индонезии. А в Китае она производится и до сих пор. За долгую жизнь на конвейере до 2014 года XC90, или бегемот, как его часто называют, пережил целых три рестайлинга. В 2006, 2009 и 2010 годах. С качеством металла и его окраски у Volvo все хорошо. Все-таки эти автомобили разрабатывались там, где погодные условия очень похожи на наши отечественные российские. Даже если вы где-то найдете скол и царапину, то, скорее всего, они будут без ржавчины. Во всяком случае, на протяжении долгого времени. При этом быстрое помутнение оптики от пескоструйного эффекта выглядит очень странно. Да и хромированные элементы декора на кузове должны вроде как быть более стойкими. Хотя, наверное, шведы вряд ли задумывались о химическом составе той жижи, которая окажется под колесами 90-го в России. Помимо сильного помутнения оптики со временем, могут выйти из строя электрокорректоры фар. Стоят они недешево, поэтому можно поискать неоригинал, либо же воспользоваться услугами разборок. Если же менять фару целиком в сборе, то новая фара оригинально обойдется в 50 тысяч рублей. Неоригинал стоит в два раза дешевле. Очередной раз, рассказывая о Вольво, хочу напомнить, что Вольво – это та марка, у которой не так много неоригинальных аналогов среди запчастей. Но если они есть, то порой они бывают качественнее и долговечнее оригинала. При этом дешевле. Это как раз к вопросу о мифе дорогой эксплуатации Вольво. Богатство отделки и качество исполнения салона Вольво XC90 сильно зависит от того, для какой страны изначально предназначался этот автомобиль. Европейские модификации, как правило, имеют более богатые комплектации и, на мой взгляд, они сделаны более качественно. Те машины, которые приходят к нам из-за океана, как правило, имеют более простые комплектации. Ну и, собственно говоря, находятся, они, надо заметить, не в самом лучшем состоянии. Посему рекомендую вам выбирать машины либо из тех, которые были в России, либо из тех, которые пришли к нам со Старого Света. Многие упрекают Вольво в том, что их интерьеры не соответствуют статусу премиального бренда. Возможно, это связано со своеобразным пластиком и отсутствием всевозможных блестяшек и украшательств. Но я думаю, что здесь каждому свое. Еще я бы вам не рекомендовал гнаться за такой якобы дорогой отделкой со вставками под дерево. На самом деле, выглядит это так себе и на поверху оказывается обычным гремучим пластиком, который очень хорошо царапается. Соответственно, я бы выбрал лучше отделку под алюминий. Она и выглядит качественнее и дороже, и, собственно говоря, меньше царапается. И вообще, нужно заметить, что интерьер Вольво – это одна из главных причин, почему, скорее всего, вы будете ездить и смотреть много-много машин. Потому что этот интерьер очень легко довести до, мягко говоря, непотребного состояния. Он очень нежный и быстро царапается и изнашивается. Но надо заметить, что все-таки живые экземпляры встречаются. Под передним пассажирским сидением располагается датчик продольных и поперечных ускорений системы BCS. Туда нередко попадает влага, и датчик ломается. В нише моторного отсека также из-за попадания влаги может приказать долго жить электронный блок управления CEM. На машинах после 2005 года эту проблему решили. Все двигатели, которые устанавливаются на Вольво XC90, по большому счету соответствуют общей концепции самого автомобиля. Если за ними хорошо ухаживать, то проблем с ними долгое время не будет. На данном автомобиле установлен мотор объемом 2,5 литра, бензиновый. И главным его недостатком является периодическое засорение маслоотделителя системы вентиляции картерных газов. В связи с этим могут начать течь сальники. Так что при покупке обязательно спросите, как давно производилась чистка маслоотделителя, и проверьте состояние сальников, поскольку ремонт может стоить недешево. Еще одним проблемным местом можно назвать термостат. Поэтому при покупке также обязательно прокатитесь на автомобиле и проверьте стабильность рабочей температуры двигателя. Шестицилиндровые атмосферные моторы, которые пришли на смену турбированным в 2007 году, тоже вполне надежны. Нарекания вызывали только машины как раз того самого 2007 года, из-за проблем с маслоотделителем. Позже проблему решили за счет установки модернизированной клапанной крышки. К дизелю тоже не должно быть серьезных вопросов, если периодически и своевременно чистить систему EGR. Трансмиссия. К сожалению, это не самая сильная сторона Volvo XC90. Самый старый и примитивный четырехступенчатый автомат дешев и прост в ремонте, но, к сожалению, надежностью не отличается. Более надежным считается пятиступенчатый автомат AV55, и при бережной эксплуатации его ресурс может составлять более чем 200 тысяч километров. Но самым надежным и, так сказать, неубиваемым вариантом считается автомат TF80, но, к сожалению, устанавливался он только на рестайлинговые машины с дизельными моторами и двигателями объемом 3,2 литра. Абсолютно неприхотливой можно назвать шестиступенчатую механику M66, но встретить в России флагманский Volvo с механикой, согласитесь, это нереально. Еще одним проблемным агрегатом считается муфта HALDEX в системе полного привода. Для того, чтобы проверить ее работоспособность, нужно обязательно вывесить автомобиль на подъемнике, завести двигатель, включить передачу и дальше следить за поведением автомобиля. Если карданный вал не крутится, значит изношена втулка углового редуктора. Если карданный вал крутится, но задние колеса стоят на месте, значит проблема или в насосе, или в модуле управления задним дифференциалом. Кстати, последнего может вовсе не оказаться на месте. Удивительно, но этот узел нередко воруют прямо из-под машины, а стоить он может до 100 тысяч рублей. Здесь же сзади стоит обмолвиться и о еще одной хронической болезни XC90. Это задние ступичные подшипники. Ходят они, как правило, не более 50 тысяч километров. Благо, стоят недорого, от 6 до 7 тысяч рублей за оригинал. Кстати, опять же нельзя не обмолвиться о разных странах производства этой модели. Подвески европейских машин и тех, что прибыли к нам из-за океана, могут отличаться. Не будем судить, что лучше, а что хуже, просто констатируем факт. Да и при большом пробеге амортизаторы и пружины могут уже быть вовсе не теми, что были установлены на заводе. При наличии посторонних шумов и стуков при повороте руля, либо при проезде неровностей, обязательно обратите внимание на состояние рулевой рейки. При частой и грубой езде она может выйти из строя преждевременно. Причем желательно диагностику производить на станции сервисного обслуживания, поскольку устранение этой неисправности может свестись либо к подтягиванию рейки, либо к сложному дорогостоящему ремонту. Так что рисковать явно не стоит. Подвеска XC90 вполне способна беззаботно отработать 100-120 тысяч километров. Разумеется, если хозяин машины не забывал, что ездит на кроссовере, а не на рамном внедорожнике. Приятно и то, что большинство втулок и сайлентблоков меняется отдельно от металлических деталей. В придачу, опять же, можно сэкономить и на неоригинале. Можно, конечно, сколько угодно рассуждать о премиальности интерьера Volvo. Можно, сколько угодно рассуждать о премиальности внешнего вида Volvo. Но то, что XC90 едет как настоящий премиальный автомобиль, это безоговорочно. Я думаю, что даже те, кто каким-то образом скептически относится к шведским автомобилям, и к Volvo в частности, я думаю, что единожды прокатившись на этой машине, резко сменят свою позицию. И на самом деле, любовь к Volvo у меня началась где-то около 8 лет назад, когда я впервые поездил на XC90. У меня была очень сложная зимняя поездка в Нижний Новгород на этом автомобиле. И на самом деле, я влюбился в этот автомобиль действительно за то ощущение безопасности, комфорта и какой-то безмятежности. Несмотря на то, что на улице был жуткий буран, дорога очень была сложная, тяжелая, но при этом я ехал абсолютно уверенно и абсолютно понимал автомобиль. Мне казалось, что автомобиль понимает, чего хочу я. Так вот, XC90 даже с пробегом 159 тысяч километров на одометре ведет себя точно так же. Это очень комфортный автомобиль, это большой шикарный лайнер с потрясающей плавностью хода. Даже несмотря на то, что здесь немного устала подвеска, он все равно едет очень тихо, очень плавно и очень комфортно. Конечно, чувствуется, что машина уставшая, мягко говоря. Здесь есть претензии к работе коробки передачи, есть претензии к работе подвески, потому что чувствуется, что кое-какие звуки все-таки в салон проникают. Но давайте не будем питать иллюзий, ведь все-таки машина прошла 160 тысяч километров. Куда больше вопрос у меня вызывает то, что здесь практически полностью матовое лобовое стекло. И меня удивляет то, что владелец Volvo, дорогого автомобиля, премиального автомобиля, за все время эксплуатации ни разу не озадачился с заменой лобового стекла. В конце концов, это не так дорого, ведь даже можно поставить неоригинальное стекло по цене 5000 рублей, например. То есть это не такая большая трата. Почему я об этом говорю? Да потому что это как раз тот самый пример, когда машина досталась какому-то непонятному владельцу, который абсолютно не следил за автомобилем, вне зависимости от того, премиальный он, не премиальный, это не важно. Человеку просто, ему было все равно на автомобиле, и поэтому, в общем-то, он абсолютно за ними следил. И вот получилось то, что мы сейчас имеем. А ведь я уверен, что при бережной, аккуратной эксплуатации эта машина могла бы выглядеть даже с таким пробегом совершенно по-другому. Если будете смотреть XC90, во-первых, не гонитесь за низкой ценой. Поймите, что дешевого, даже поддержанного Volvo быть не может. Если он дешевый, значит, здесь есть обязательно какие-то подводные камни. Если не гнаться за богатой комплектацией, не гнаться за низкой ценой и так далее, и так далее, то действительно найти Volvo XC90 в хорошем состоянии, я уверен, что в данном случае может произойти тот, наверное, редкий случай, когда покупка поддержанного автомобиля – это не брак по расчету, а это брак по любви. Несмотря на свою премиальность и статус бренда для любителей, Volvo XC90 – не самый редкий автомобиль на отечественном вторичном рынке. Более того, разнообразие вариантов и цен откровенно удивляет. Есть экземпляры за 250-300 тысяч рублей, но это скорее уже тот самый случай, когда люди готовы покупать премиум, имея деньги на поддержанный логан. Не совершайте таких ошибок. Верхняя планка цен на машины первого поколения находится на отметке 2 миллионов рублей. Если суммировать вышесказанное, то не пытайтесь купить XC90 дешевле 1 миллиона рублей. Вряд ли это будет удачной покупкой. Кто бы что ни говорил, а Volvo все же премиальный бренд, а значит, все его модели требуют к себе соответствующего отношения. Ведь даже надежный Volvo XC90 можно довести до состояния 20-летних «Жигулей». А значит, выбирайте экземпляры, которые были в заботливых и аккуратных руках. И будет вам простое шведское счастье. Вы смотрели программу «В поддержанной автомобиле» на телеканале «Автоплюс». С вами был я, Максим Пастушенко. Обещаю, в следующий раз снова будет что-нибудь старенькое. Продолжение следует...